Лариса частенько ездила на даче для того, чтобы кормить там беспризорных собак. Каждый раз её с радостью встречал пёс, молодой и рыжий. Обычная дворняжка прыгала вокруг девушки и крутила хвостом. А в тот день пёсик не прибежал к ней. Едва выполз из кучи сена, девушка глянула на собаку и пришла в ужас. У неё почти не было глаза, и она вся тряслась и была сильно испугана. Лариса никак не могла бросить рыжего пса в таком положении. Взяла с собой и показала ветеринарам. В клинике ему сделали операцию. Собака лишилась глаза из-за сильного удара, который нанёс ей какой-то человек. Пёс лежал в стационаре и приходил в себя. Лариса, которая оплатила лечение, часто к нему приходила. Увидев её, пёсик, несмотря на испытываемую боль, вилял хвостом. Девушка дала ему имя «Пират». Время нахождения в клинике заканчивалось. Но куда потом? Где собаки жить? Приюты заполнены. Взять пса в свою квартиру не было возможности. Так же, как и платить за передержку. Лариса отвезла пирата опять на даче. Он вновь оказался без крыши над головой. Сам добывал пищу. Но девушка и не думала на этом заканчивать свою миссию. Вместе с добровольцами из приюта Дины искала пирату хозяина. Правда, больших надежд на то, что кому-то приглянётся два дня года ещё и без одного глаза, они не питали. Но вот другая девушка по имени Елена, которая живёт в Канаде, узнала обо всём этом и решила пса приютить. Его дорога на новое место жительства была сложной. Несколько неравнодушных людей везли его поначалу поездами, затем самолётами до самого места назначения. Сейчас пират находится со своей хозяйкой в Торонто. Отсутствие глаза не особо беспокоит его. Он спокойный и счастлив. Чудеса, скажите вы? Самые настоящие. Они происходят потому, что есть на свете неравнодушные к чужой беде люди. И неважно, страдает человек или животное, они придут и помогут.